Подводный бой чемпиона. Легендарная история Шаварша Карапетяна, который один вытащил 46 человек из утонувшего троллейбуса. В советские времена история ошеломительного подвига Шаварша Карапетяна прогремела широко. Сейчас она почти забыта, нам кажется. Если так, нельзя не восстановить справедливость и не рассказать ее вам во всех удивительных подробностях. Шаварша Карапетян родился 19 мая 1953 года в Армении и к 24 годам стал 7-кратным чемпионом СССР, 17-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы. В Ереван его семья переехала в 1964 году. Там он окончил 8 классов и автомеханический техникум, после чего в 1975-76 годах служил в армии. Подводным плаванием Шаварша Карапетян начал заниматься с 17 лет. В 1972 году стал чемпионом Европы, завоевав на соревнованиях во Франции сразу 4 медали и поставив 2 мировых рекорда. Следующие 4 года стали для спортсмена триумфальными. Он взял 41 золото и установил еще 8 мировых рекордах. 16 сентября 1976 года советский спортсмен Шаварша Карапетян занимался подводным плаванием, совершил подвиг, который сделал его имя легендарным. В тот день вместе со своей группой он пробегал ежедневную многокилометровую дистанцию, когда на его глазах с дамбы водохранилища упал троллейбус, наполненный людьми. Не раздумывая и на бегу, сбрасывая тренировочный костюм, Шаварш бросился спасать людей. Спортсмену пришлось нырять на 10-метровую глубину при температуре 14 градусов. Троллейбус скрылся под водой, однако сильно перекосился и в задней его части оставался воздушный пузырь, где скопились люди, не умевшие плавать и нахлебавшиеся воды. Шаварш сначала пытался найти у людей на берегу какой-нибудь лом, но поняв, что время уходит, стал разбивать заднее окно троллейбуса ногами. Стекло оказалось обычным, не автомобильным, иначе разбить бы его не удалось. Но разбивая окно, он сильно порезался, не прекратив при этом спасать людей. Однако за другим он доставил людей из троллейбуса. Раз в 20-30 секунд поднимался на поверхность с очередной ношей и передавая нахлебавшихся воды. Тем, кто откачивал их на берегу и на подоспевших лодках, позволяя себе сделать лишь по 5 глотков воздуха. Когда дыхание сбилось в полуобморочном состоянии, достал вместо человека подушку от сидения и очень переживал впоследствии, что это могла бы быть чья-то жизнь. Брат и тренер помогали спасать людей на берегу. За 20 минут ему удалось вытащить 35 пассажиров, которые находились в троллейбусе. Из них удалось откачать 20 человек. Всего спаслись 46 человек, ровно половина. Часть людей, которые умели плавать, сумели самостоятельно покинуть салон. По окончании спасательной операции спортсмена в тяжелом состоянии увезли в больницу. У него развелась двухсторонняя пневмония, отягощенная сепсисом от полученных ранений. Он пролежал в больнице 45 дней, причем долгое время не могли сбить 40-градусную температуру. А после выписки спортсмен еще долгое время пытался восстановить здоровье. После воспаления в легких образовались спайки. Каждый глубокий вдох давался с трудом, вызывая удушливый кашель. Как потом рассказал сам Шаварш, в тот роковой день он должен был состязаться на международных соревнованиях подводных пловцов в Ганновере. Однако эта поездка сорвалась, ему не успели оформить загранпаспорт. Он вернулся из Москвы в Ереван и решил посвятить освободившееся время тренировкам. После случая с троллейбусом врачи не рекомендовали ему заниматься плаванием, поскольку в легких скапливалась мокрота, от которой можно было задохнуться. Однако спортсмен все же сумел набрать форму и не только выиграть соревнования в 1977 году, но и завоевав титул чемпиона Европы. После этого из-за подорванного здоровья он все же ушел из спорта. После случая с троллейбусом он неоднократно бросался всем на выручку и спасал людей. 8 января 1974 года при возвращении со спортивной базы в Ереван он остановил катящийся в ущелье автобус с 30 пассажирами, из которых вышел водитель, сумел полезть в кабину и дотянуться до руля. 15 февраля 1985 года бросился тушить пожар в Ереванском спортивно-концертном комплексе. Наглотался там ядовитого газа, едва не умер и попал в реанимацию. История с троллейбусом в начале 80-х годов стала известна московским журналистам, которые рассказали о подвиге Шаварша Карапетяна в «Комсомольской правде» и в литературной газете. Спортсмены наградили орденом «Знак почета» небольшой денежной премии, а также почетным знаком Международного комитета «Фэйрплей» за честную игру. В 1993 году из-за тяжелой экономической ситуации Карапетян переехал в Москву. В октябре 2013 года он принял участие в эстафете «Олимпийского огня». Продолжение следует...